Сочная котлета, свежие овощи, булочка с кунжутом, сыр и зелень. Все это гармонично сочетается в бургере. Блюда уже больше ста лет. В 1900 году на ярмарке в Нью-Хейвене с легкой руки повара Луи Лессинга оно стало символом гастрономии нового света. В честь дня гамбургера шеф-повар Дмитрий Балябин приготовил авторский бургер и немного рассказал об индустрии фастфуда. На самом деле никто не знает, откуда появился бургер. Существует множество теорий, и основная из них про эмигрантов из города Гамбург, которые приехали в США и назвали свой странный бутерброд по названию города. Первая бургерная открылась в 1921 году в Канзасе, но индустрия начала развиваться только в 40-х годах, когда на рынок вошел всем известный нам гигант Макдональдс. В России бургеры появились в 1990 году. Спустя 25 лет они стали неотъемлемой частью меню всех заведений, вне зависимости от их концепции. Пик открытия бургерных пришелся на 16-й год, когда в Москве открывалось по несколько заведений за месяц. И было невозможно не только обойти их все, но и даже запомнить название. Новый авторский бургер Дмитрий делает из сочной куриной котлеты, грибов шиитаки, лука фри, салата айсберг и соуса том-ям. Сейчас представлено множество вариантов фастфуда. Шеф-повара добавляют в рецепты морепродукты, фрукты и даже сладости. При кажущейся простоте бургеры – это огромное поле для творчества и креатива. Что мы и наблюдаем последние годы в авторских бургерах. Правило только одно – это свежие и качественные продукты, а дальше уже творчество. Более трех лет закусочный фуд-стрит радует саровчан качественной едой и обслуживанием. В меню 17 бургеров на любой вкус – из курицы, говядины и свинины. Каждый найдет здесь что-то свое. Бургеры, пиццу и роллы, картофель фри и даже осетинские пироги доставят прямо домой. Этот авторский бургер в азианском стиле «Том-Ям» я придумал специально к дню бургера. Попробовать вы его сможете в фуд-стрит 27 и 28 июля. Сеть бургерных ждет вас по адресам проспект Ленина, 60 и Московская, 3. Заказать еду можно по телефону 3-58-58. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.